Время новостей Время новостей, с вами Арстан Балтиан, также Виктория Антонишина, здравствуйте В октау двое мужчин утонули в море, утопающую женщину спасли полицейские Происшествие случилось накануне днем, на пульт дежурной части Департамента внутренних дел поступило сообщение о том, что несколько человек терпят бедствие на Каспии Большая волна затянула трех жителей в открытое море, прибывший на место ЧП наряд полиции не стал ждать спасателей, полицейские бросились в бушующую воду Первой на берег удалось вытащить женщину, немногим позже спасли мужчину, но, к сожалению, до приезда бригады скорой помощи пострадавший скончался Труп третьего человека обнаружили сегодня, полиция регулярно предупреждает жителей о последствиях купания в запрещенных местах По прибытию на место происшествия мы обнаружили на берегу много людей, которые боялись из-за высокой волны помочь утонувшим По долгу службы мы не могли оставаться в стороне, поэтому не раздумывая бросились в воду, чтобы спасти людей Жители штатов на юго-востоке Мексики могут вздохнуть спокойно, сильнейший ураган Франклин, пришедший в страну накануне, миновал Жертв нет, но многие здания в городах разрушены Больше всего пострадали штаты Пуэбло и Верокрус Экстренные службы региона занимаются ликвидацией последствий удара стихии Местным властям уже предстоит еще подсчитать сумму ущерба, нанесенного ураганом Тем временем Франклин превратился в обычный тропический шторм Однако он не менее опасен, отмечают метеорологи По их прогнозам сильные дожди в Центральной Мексике еще продолжатся, а есть риск наводнений и оползней В пакистанском Карачи неизвестные расстреляли автомобиль, в котором находился высокопоставленный полицейский Он и один из его охранников погибли на месте Убийцы скрылись с места преступления Как сообщают СМИ, инцидент произошел в районе Азизабада Кто стоит за нападением пока неизвестно Однако в органах правопорядка подозревают, что это дело рук боевиков одной из местных радикальных группировок А отмечу, в крупнейшем городе Пакистана Карачи находится большое количество боевиков движения Талибана и иностранных наемников У филиппинского острова Лусон произошло землетрясение магнитудой 6,3 По данным геологической службы США, эпицентр подземных толчков располагался недалеко от населенного пункта Балаян А их очаг залегал на глубине почти 170 км Также есть информация, что подземные толчки Вещались и в столице страны Маниле В городе сотрясались здания Местные власти провели эвакуацию в школах и офисных помещениях Данных о погибших и пострадавших нет Отмечу Лусон самый крупный остров филипинского архипелага На нем находится столица страны Манилы и крупнейший город Кесен-Сеси На западе остров умывается Южно-Китайским морем, а на востоке Филиппинским морем Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении в скором времени объявить в стране режим ЧП из-за эпидемии употребления опиатов По словам американского лидера, подобные меры необходимы, поскольку масштабы проблемы стали угрожающими Как отмечает агентство Reuters, официальный режим ЧП позволит штатам и округам, провозглашенным зоной бедствия, получать помощь из федеральных фондов Кроме того, это решение может привести к ужесточению ряда требований по регулированию рынка опасных препаратов Добавлю, за последние 25 лет применение синтетических опиатов в США возросло почти втрое Как показывает статистика, ежегодно от их употребления умирает свыше 50 тысяч американцев Проблема очень быстро набирает обороты С подобными ее масштабами мы еще никогда не сталкивались Мы потратим много времени, сил и средств на решение опиатного кризиса Эта проблема существует во всем мире, не только в США Мы уже сейчас готовим документы для официального объявления об эпидемии Караганинский завод по производству шаровых кранов вышел на нефтяной рынок Казахстана и России 10% своей продукции предприятие поставляет на экспорт За год здесь выпускают 10 тысяч шаровых кранов, которые используются в теплоснабжении и нефтегазовой отрасли На предприятии обновили станочный парк Дополнительное оборудование для металлообработки позволяет самостоятельно производить детали, которые ранее закупали за рубежом Также на заводе расширили ассортимент товара до 200 номинований Почти в два раза увеличился штат сотрудников Предприятие обеспечивает работой 60 человек На нашем предприятии была внедрена система менеджмента качества IPI SPEC-U1 Это именно система менеджмента качества, которая предназначена для производителей оборудования для нефтегазовой отрасли Мы сертифицировали наш продукт, который подтвержден был институтом нефтегаза американским То, что наш продукт, наши шаровые краны соответствуют международным требованиям Мы расширили рынок сбыта по Казахстану То есть мы начали поставки пробные уже на Восточный Казахстан, Северный Казахстан Первая группа повладарских предпринимателей начала оформлять денежные займы По программе продуктивной занятости массовое предпринимательство Больше полусотни потенциальных заемщиков планируют воспользоваться государственной поддержкой, чтобы развить собственное дело Всего же на микрокредитование малого бизнеса в этом году по области предусмотрено более 400 миллионов тенге В центре занятости города повладара в последние дни многолюдно предприниматели спешно подают заявки Программа определила первый банк второго уровня, который уже начал принимать документы Самое главное небольшой пакет документов и естественно лояльный подход именно к обеспечению Фонд дому может гарантировать до 85% от займа Условия микрокредитования действительно привлекательны Процентная ставка минимальная Предусмотрена полуторагодовая отсрочка платежа основного долга Не менее важным также являются категории участников госпрограммы Могут брать кредит безработные, самозанятые граждане Как и начинающие предприниматели, так и действующие предприниматели Кредит выдается на 5 лет под 6% годовых до 18 миллионов Галиулага Байдулин вынашивает идею построить новый инкубатор Почти 20 лет он занимается выводом тенцов на дому Дело небольшое, но довольно прибыльное Говорит, это будет единственной в области компактной инкубатории Договоренности у меня с племенными хозяйствами Петропавловска и остальные есть Мне достаточно будет 3 миллионов, так как у меня есть свои накопления Первый этап программы стартовал, уже имеется 54 потенциальных заемщика Большая часть из них начинающие предприниматели Учитывается и сферы предпринимательства в рамках карты предпринимательства Которая разработана для развития именно этих ниш предпринимательства, приоритетных отраслей До конца года по льготному кредитованию малого бизнеса в Павлодаре намерены освоить 127 миллионов тенге Гербулабишев, Самат Аспанов, Алексей Аминницкий, из Павлодара, Хабар, 24 В Казаларде за последние 5 лет на обновление 60% тепломагистрали затрачено свыше 8 миллиардов тенге По программе Норлужо в этом году на текущий капитальный ремонт тепловых систем и котлогрегатов Выделено еще 904 миллиона тенге В рамках модернизации инфраструктуры начата реализация ряда проектов автодорожной отрасли В реестре и реконструкция центральной улицы Хорхатата На ремонт четырехполосной 6-километровой дороги из местного бюджета выделено почти полтора миллиарда тенге Работы ведутся с применением новейших технологий Проезжая часть расширена до 14 метров Демонтирован старый железнодорожный переезд На его месте возведен новый мост из железобетонных конструкций А вскоре будут построены современные автобусные стеклянные поста остановки павильоны На продолжение работ в этом году из республиканского бюджета выделено 3 миллиарда 44 миллиона тенге Начата реализация 27 проектов Все работы планируем полностью завершить до 1 октября Из-за ремонтных работ на некоторых улицах города временно перекрыто движение автотранспортных средств За доставленные неудобства просим прощения у горожан Наградой за терпение станут качественные дороги А также до 60% обновления водопроводных и канализационных систем С начала года в Акмолинской области проведено порядка 700 благотворительных мероприятий Нуждающимся оказана помощь в сумме 147 миллионов тенге Акции и милосердия всего охвачено 457 семей Порядка полутора тысяч людей с ограниченными возможностями и 500 детей В области сформирована специальная база добрых людей Кайрам-де-Жандар В списке сейчас числятся свыше 800 спонсоров Впрочем, помощь нуждающимся спешат не только крупные предприятия В благотворительных акциях активно участвуют и местные жители Анализируя проведение благотворительной акции Которая была направлена на помощь пострадавшим от наводнения Хмолинской области Мы поняли, что благотворителями являются не только предприниматели, бизнесмены, крупные какие-то организации Но и простые люди Учителя, врачи, медсестры, воспитатели детских садов, пенсионеры Например, жительница города Кокшетау, которая со своей пенсии перечислила 500 тенге Казалось бы, сумма это небольшая, но сколько тепла в этой небольшой сумме, это вот от всего сердца Сейчас информация с казахстанской фондовой биржи Курс доллара по итогам двух сессий 333 тенге 17 иинов Объем торгов составил почти 171 миллион в американской валюте Свой национальный день отмечает швейцарская конфедерация Праздник начался с торжественного поднятия флага и гимна в двух стран А также приветственная речь министра финансов Бахата Султанова и президента Швейцарии Дорис Лойтфорд Она высоко оценила вклад Казахстана в развитие альтернативной и возобновляемой энергетики И отметила 25-летие дипотношений между нашими странами Продолжилось мероприятие насыщенной культурной программой По сложившейся традиции участники детально ознакомились с павильоном страны Кстати, здесь собраны десятки инновационных проектов в сфере зеленых технологий Площадка состоит из интерактивных тематических домов Где посетители могут измерить свой личный энергетический баланс, влияние и изменение климата Посетителям предлагается поразмышлять о том, как они потребляют энергию и обращаются с природными ресурсами А также открыть для себя красоту пейзажей Швейцарии И ее привлекательность в качестве центра научных исследований и инноваций Отмечу, павильон Швейцарии на выставке назвали «Энергия цветов» Экспо 2017 является общенациональным проектом, который придаст мощный импульс дальнейшей модернизации экономики страны И станет площадкой для энергии будущего Сегодня здесь представлены лучшие мировые разработки Наш национальный павильон является тому подтверждением Кроме того, в народном Швейцарии принята программа «Энергетическая стратегия 2050» Которая также внесет огромный вклад в переходе к зеленой экономике Спорт без границ Под такой гидой сегодня в Алматы стартовал первый международный веломарафон С участием слабовидящих и незрячих спортсменов Пробег организован при поддержке фонда первого президента, лидера нации Команда в составе 18 велосипедистов в течение пяти дней совершит путешествие по маршруту Алматы-Бишкек и Сыкуль Общая протяженность трассы более 500 километров Команду сопровождают специальные группы поддержки, дорожная полиция, профессиональные спортсмены Как отмечают участники, в первую очередь для них это событие шанс проверить свою выдержку и способности В ходе велопробега участники планируют снять видеоролик, пропагандирующий спорт и здоровый образ жизни Наше общество едино, что в нашем обществе ценен каждый человек Мы сегодня видим тех людей, которых мы привыкли называть людьми с ограниченными возможностями На самом деле они люди с неограниченными возможностями, они сильнее нас, они идут вперед, они двигают нашу страну Они говорят о том, что Казахстан это та страна, в которой есть инклюзивный подход к каждому человеку Вот это и есть модернизация нашего сознания Вот это и есть тот момент, когда мы меняемся Когда мы в каждом человеке видим ценность для нашей страны На Казахстан надвигаются холода с таймера В ближайшие три дня на большей территории страны ожидается понижение температуры Синоптики прогнозируют дожди с грозами В северных, центральных и восточных регионах ночью температура может понизиться до 2 градусов тепла Днем она постепенно поднимется до 20-30 В Астане переменная облачность 12 августа переменная облачность без осадков Температура ночью 6-8, днем 19-21 градусов тепла 13 августа переменная облачность без осадков Температура ночью 10-12, днем 22-24 градусов тепла 14 августа переменная облачность без осадков Ветер 9-14 метров в секунду Температура ночью 11-13, днем 23-25 градусов тепла. К этой минуте все. Спасибо, что были с нами. До встречи в следующем части. Ждите свежих новостей. Субтитры создавал DimaTorzok